Мы с вами, обсуждая вот такие важные события, забыли еще про одного фигуранта в судьбе Пригожина. Это небезызвестный вам президент Белоруссии, как он себя называет, Лукашенко. Ведь это он давал гарантии Пригожину, это он гарантировал сохранение его жизни, это он обещал ему жизнь в обмен на остановку в этом мятеже Пригожинском. И вы, наверное, будете удивлены, но я сегодня увидела даже поздравление Лукашенко поздравил украинский народ с Днем Независимости. Это вообще верх цинизма. Какова судьба Лукашенко? По моей информации... На смерть Пригожина. Лукашенко знал о смерти Пригожина еще сразу после, в конце прошлого месяца. Почему он сразу, в общем-то, начал совершать какие-то шаги, в том числе и в геополитическом плане, он сразу засуетился. Во-первых, есть информация о том, что Путин так и не простил его, в том числе он рассматривает его как одного, Лукашенко как одного из субъектов возможного переворота, который готовился. Поэтому, в общем-то, отношения между ними значительно охладели. Это раз. Второе, Лукашенко, зная информацию о том, что Пригожин задушен, то он начал, в общем-то, искать другие варианты. За вот прошедшее время, и в том числе перед вот всеми этими моментами, он искал контактов с американцами. Искал контактов, в общем-то, тот уровень, который у него получился, он, в общем-то, то, что они передали, никого не вдохновило абсолютно. Закончилось это тем, что буквально дня четыре, наверное, назад американское посольство в Минске в очередной раз рекомендовало гражданам Соединенных Штатов покинуть территорию Беларуси. И мы это связываем с тем, что нехвастно, это самое, по линии белорусских спецслужб, есть информация, что дана команда арестовать несколько человек с американским гражданством на белорусской территории для того, чтобы, в общем-то, создать повод для разговора с американцами. Второй момент, смотрите, это приезд китайского министра обороны. То есть, все-таки Лукашенко предпринимает шаги, повторюсь, для того, чтобы присягнуть, собственно, вот, непосредственно не посреднику московскому, а именно пекинскому сюзерену. Заметьте, этот министр обороны находился на территории огромной России сутки, а на маленькой Беларуси трое суток. Посетили они, в том числе, Беларусь, для них важна не только как транспортный хаб, а именно как сборочный цех. То есть, Китай здесь хотел у нас поставить. Сейчас, вот, при визите министра обороны, они, в том числе, посетили МЗКТ. Это Минский завод колесных тихачей. Это все платформы для, вот, ракетных пусковых установок. Это они выпускали. Очень им понравился этот самый Барановический авиаремонтный завод. То есть, они посещали интересные предприятия, да. Кроме Светлогорского, этого целлюлозно-бумажного, который китайцы так неудачно собрали, то развалится, то обвалится. Китайцы, они же тоже хитрые. Они все кредиты, которые дают, они связанные кредиты дают. Для того, чтобы приезжали их работники по ихним планам, по ихним схемам, выстраивали свое, то, что им нужно. Но и вот опыт в Светлогорске показывает, что не всегда удачно получается. Здесь самый интересный момент, то, что Лукашенко зачем-то возил с инспекцией китайского министра обороны по белорусским подразделениям воинским. То есть, понимаете... А у них же там совместное, по-моему, учение запланировано, если я ничего не путаю. С китайцами? Да. Ну, если рассматривать Белоруссию как территорию, в некотором смысле тоже оккупированную России, а учения идут, значит, Россия и Китай, там же не зря эти корабли российско-китайские вдоль берегов Японии прохаживались. Но я думаю, что с этой... Возможно. А какое ваше предположение? Зачем? Возможно, возможно. Я, честно скажу, не встречал пока похожей информации. Были такие, но это, поймите, это какой-то ротный уровень, это ни на что, в общем-то, не влияет, кроме, собственно говоря, на медийное пространство и все. Ну и да, это же пыль в глаза. Пустить пыль в глаза – это часть политики. Лукашенко разве не так? Да, но вот похоже все-таки, что инициатором проезда китайского министра обороны по белорусским воинским подразделениям все-таки был не министр обороны, а именно Лукашенко пытался показать ему, этому китайскому визаве, о том, что, смотрите, у нас порядок гораздо больше, чем у русских, поэтому мы, в общем-то, более надежный партнер. То есть вы полагаете, что в случае переворота и отстранения Путина от власти Лукашенко может претендовать на пост президента России? Я не удивлюсь, если честно. И я не уверен, что, честно говоря, вот те вагнеровцы, которые сейчас находятся на территории Беларуси, в том же Осиповическом районе, что они не знали о кончине этого самого Евгения Привожина еще в конце прошлого месяца. Их реально там на сегодняшний день, в общем-то, достаточно жесткая дисциплина, их там заперли и не выпускают. Поэтому, в общем-то, не удивлюсь, если они на самом деле о чем-то знали, догадывались, и в том числе о своей судьбе. То есть они понимают, что если пропадает Привожин, то, в общем-то, это прямая дорожка для них, в общем-то, туда же. Под разным предлогом, в разном виде, но, в общем-то, вариант тот же, да. Если вначале говорили о том, что дисциплина была не очень там, что они могли себе позволить где-то шататься там по Осиповичам, там пьяные небритые, то на сегодняшний день такого нет. Все грубками, все концентрировано, из этого лагеря их особо там не выпускают, то есть достаточно жесткая дисциплина, в том числе у них там перебои почему-то с интернетом были, вот именно вчера, сегодня. Да, я видела сообщение о том, что да, они не могли. Смотрите, Лукашенко вроде бы часть из них, ну, несколько сотен, скорее всего, возьмут на контракт с возможностью получения белорусского гражданства, возьмут на контракт в белорусской силовой структуре именно инструктора. Но это несколько сотен, это не говорит, в общем-то, о тех пяти, либо там же цифра называлась максимальная, по 10 тысяч у них якобы находилось в Белоруссии. Но на сегодняшний день вот из той информации, что якобы массовый исход вагнеровцев, он не отмечен нигде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова